Добрый день! Сегодня мы будем говорить с Алексеем Ильиничным Видеом, доктором экономических наук, заведующим лабораторией финансовых исследований Института имени Гайдара. И будем мы говорить о уроках кризиса с критической точки зрения, с критической позиции. Алексей Ильинич, я помню, на одной конференции для финансовых советников вы участвовали в одной макроэкономической сессии. И, в частности, я запомнил вашу реплику по поводу чрезмерного оптимизма. Вы не можете найти объяснение чрезмерного оптимизма, который творится в мире, то есть на мировых рынках. Сейчас ощущение поменялось или то же самое? Да, сейчас то же самое, но не только на финансовых рынках, но и в области макроэкономики, в области экономического роста. Действительно, прогнозируют рост на уровне 8% Китая в этом году, 6% Америка, и даже у нас сейчас ситуация такова, что мы идем по графику где-то там 4,2-4,5% роста, если продлить тенденции первого полугодия. Но я думаю, что во втором полугодии мы столкнемся с замедлением, и в целом, хотя все равно ожидаю высокий темп роста, но я думаю, что это будет где-нибудь там 3,4-3,6% роста в этом году. Это очень оптимистично. Мы, в общем, начиная с, по-моему, 9-го года, 10-го, не видели таких темпов роста. И, как вы помните, за последние десятилетия, не считая прошлого года, потому что это еще ниже будет, средние темпы роста были 0,8%, 0,8%. То есть на уровне статистической погрешности. Понятно, что во многом это связано с тем, что бизнес перестроил свои бизнес-модели, извините за тавтологию, да, вывел огромную часть сотрудников на удаленку. Я читал на днях новость, что Google сократил на 25% своим сотрудникам зарплату, которые на удаленке были, да. Соответственно, снизились расходы на аренду площадей, на коммунальные расходы. И вот за счет этого производительность выросла и сократились издержки. Это сейчас так будет? Дальше? Вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, когда говорят, что удаленка гораздо более эффективна, я в этом сильно сомневаюсь. Мне кажется, это некоторая переоценка. Действительно, в чем-то издержки сократились, но все равно проблема, я ее называю проблемой 2019 года, это проблема, когда для экономического блока правительства, Центрального банка, Министерства экономики, Министерства финансов стало понятно, что расти темпом 3% в год и выше устойчивого на протяжении 5-6 лет мы не можем. И тогда, как вы помните, были взаимные обвинения, то есть Министерство экономики обвиняло Минфин в жесткой бюджетной политике, Центральный банк, соответственно, в жесткой денежно-кредитной политике, а те, соответственно, Минэкономразвития в отсутствии структурных реформ. Ну, потом эта дискуссия прервалась, потому что настал 20-й год, год кризиса, и там целая стая черных лебедей прилетела, вы помните, это и цены на нефть, и мировая экономика просела, и, соответственно, пандемия, это кризис там и спроса, и предложения. Вот, эти проблемы потихоньку отходят, я все-таки стараюсь быть оптимистом, но, на мой взгляд, проблема потенциального ВВП, проблема, можем ли мы до 30-го года, как согласно правительственному плану, расти по главному внутреннему продукту 3% и выше, а по инвестициям в основной капитал 5% и выше. В этом у меня пока большие сомнения. Ну, то есть мы вернемся к тренду уже в следующем году, да? Я считаю, что ключевой риск 22-го года – это возврат стагнации. Это абсолютно ключевой риск. В этом году, понятно, идет коррекционный рост раз, рост экономики на большом спросе, причем спрос идет по различным каналам, это и по достаточно значительному росту кредитной задолженности, пока сейчас кредиты частным лицам 16% год в году. Это и понижение склонности к сбережениям, то есть если в прошлом году превалировал мотив осторожности, то в этом году, так можно сказать, население отыгрывается и потребляет больше, чем обычно. Ненатложный спрос. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. В любое время из любой точки мира можно вложить средства в стратегии доверительного управления на базе индивидуального инвестиционного счета. Сделать это можно всего в несколько кликов через мобильное приложение PSB и в личном кабинете на сайте управляющей компании «Промсвязь». С помощью онлайн-сервисов компании «Промсвязь» вы можете отслеживать состояние вашего портфеля в удобное для вас время, где бы вы ни находились. Существуют две стратегии под ваши потребности, доходность которых потенциально обгоняет ставки по депозиту. Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия «Перспективная» рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. Стратегии подходят и для начинающих инвесторов, а использование ИИС позволяет увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. Вам понадобится меньше минуты, чтобы оформить покупку ИИС с доверительным управлением через мобильное приложение PSB Mobile. Открываем мобильное приложение PSB, переходим в раздел «Инвестиции», а затем «Индивидуальные инвестиционные счета». Попадаем на витрину ИИС ДУ. Выбираем стратегию, нажимаем «Оформить». Выбираем счет списания и вводим сумму покупки. Подтверждаем операцию кодом из ПОЖ или СМС. Ссылка на сервис в описании под этим видео. Вот я на что обратил внимание. Тут тоже на днях ЦБ сказал, что общедолговая нагрузка населения выросла на 2,4 триллиона и составляет примерно 12% от всех доходов располагаемых. Это много-мало вообще? Есть повод? Я не разделяю оптимизм, когда некоторые наблюдатели ссылаются на такой коэффициент, как процент плохих долгов, например. Этот показатель может резко, буквально за месяц или за квартал вырасти до значительного. Я считаю, что это очень большая нагрузка. Но хотя бы следует помнить, что более 2 триллионов рублей в год население пройдет только как проценты. Это много, и опять же-таки рост сейчас бум ипотечный идет, тоже это очень опасная вещь. И совершенно понятно, что токсичные долги будут наращиваться, да? То есть расти будут и в этом году, и в следующем году. Они могут расти еще к тому же, как снежный ком. Понятно, что по ипотеке, поскольку это длинные кредиты, в начале каждого длинного кредита там, понятно, невыплаты минимальные, но все это может быстро вырасти. То есть раз. Во-вторых, ну ипотека, она все равно не такая дешевая. То есть все равно это не по 2-3 процента. Поэтому, конечно, процентная нагрузка тоже значительная. Я вот тоже обратил внимание о оценке вот этой общей долговой нагрузки со стороны Минека. Минек говорит, что это все нормально, низкая. А ЦБ говорит, что есть признаки пригревы, в том числе на рынке недвижимости. Вот интересно, как позиции ЦБ и Минека поменялись в связи с новым министром. Потому что я вот помню предыдущего министра, он очень критиковал ЦБ, но там говорил, что у нас все плохо, наоборот, у нас перегрев, а ЦБ говорит, что у нас все хорошо. Теперь они поменялись местами. Интересно. Как вы помните, новый министр неделю назад предложил сохранить бюджетные расходы. То есть теперь речь идет не о ЦБ, а о Минфине. Вот. Не снижать их, а не снижать эмиссию ОФЗ и стимулировать экономику бюджетными расходами. Если, конечно, ЦБ у нас обочин сейчас инфляцией, ростом инфляции, хотя я, конечно, сомневаюсь, что это инфляция спроса, и насколько ее можно победить монетарными методами, у меня, конечно, большой вопрос. Если только действительно ростом процентных ставок снизить кредитную активность, вот, наверное, только с этой стороны. Ну, вот, начиная с марта, уже четвертое же повышение, да, вот. Что действительно реально поменялось, это поменялись ставки по депозитам. Они подросли значительно, практически на один процентный пункт. Что касается остального, ну, я не вижу никаких особенных перетоков, не знаю, с фондового рынка на вклады, это замедление инфляции. То есть, по сути, ЦБ такими агрессивными своими действиями, да, однозначными, ну, практически пшик получился, да? Ну, в общем, да. Хотя Центральный банк, он как бы сам признается, что повышение процентной ставки носит отложенный характер. Они даже приводят оценки, что до 9 месяцев там это может воздействие размазываться по временной шкале. Вот. Я думаю, да, конечно, это такая нера предупредительная. И, в общем, некая страшилка такая для экономики. Скажите, а вот сейчас очень много публикаций по поводу того, что Соединенные Штаты победили инфляцию, что вот уверения были на руководство ФРС, что это все-таки временное явление. И действительно, сейчас уже практически все рынки в это поверили. А у нас все только начинается. Мы сможем сдержать это? Мы на пике? Пик прошли инфляции? Знаете, у меня было исследование, которое я опубликовал еще в 2012 году. Мы исследовали модели роста, эффективность модели роста экономики, основанную на расширении внутреннего спроса. И получалась очень устойчивая картина, когда на 100 единиц прироста внутреннего спроса эти 100 единиц лишние 20% покрывали увеличением выпуска товаров и услуг. А все остальное уходило в инфляцию и в инфляцию. И в начале 2021 года мы столкнулись абсолютно с тем же. Начал расширяться внутренний спрос, и сразу 60% этого спроса покрывается ценой, ростом цен. Это касается и услуг, это касается и потеки, и жилья, и так далее. Во всех сегментах это свидетельствует, конечно, о низкой эффективности экономики. И низкой конкуренции. Да, низкой конкуренции. То есть производитель на рост спроса не ростом предложений реагирует, а ростом цен. То есть фактически неприкрытое желание отбить издержки прошлого года, потери и так далее. Потому что, ну какое объяснение, с начала года рост жилья оценивается до 30% стоимости жилья. Это вообще колоссальное, конечно. И понятно, что это такая, иногда ее называют институциональная инфляция. То есть инфляция, связанная с низкой эффективностью у производителей товаров и услуг. Поэтому я думаю, что пик инфляции, наверное, он пройден, потому что пик спроса, я думаю, что пройден. Я думаю, что вот первое полугодие это было на максимум, а сейчас природа конечного спроса со стороны населения, он снизит. И в целом, поэтому я и оцениваю рост экономики замедлиться во втором полугодии этого года. Понятно, да. Вот эти 30% это, конечно, на уровне лихих нулевых. Помните, когда там медвежка росла у нас по 25-30%, это, конечно, очень много. Скажите, а что делать-то с этим? Как заставить не повышать цены, а расширять предложения? Ну здесь тоже рецепты, они стандартные. Во-первых, это конкуренция. Во-вторых, у нас слово приватизация уже, по-моему, вообще из русского языка исчезло. То есть даже это не обсуждается. Хотят НЦПК, хотят приватизировать. Я всегда считаю, что более эффективная приватизация – это через биржу, то есть создание публичных компаний с миноритарными акционерами. Конечно же, к сожалению, санкции, но прямые иностранные инвестиции, они тоже всегда очень эффективны. Эффективны с точки зрения корпоративного управления, с точки зрения управления собственности и так далее. Вот эти меры, то есть конкуренция. Понимаете, у нас государство с каждым кризисом становится все больше и больше. И даже чисто арифметически понятно, что в 2020 году достаточно большое количество частных компаний разорилось. Ни одна государство, естественно, не разорилось, не закрылось. Поэтому и в прошлом году, значит, у нас доля государства опять увеличилась. Есть такой тренд общемировой, не последних лет, может, даже последних десятилетий, сужение спрейдов между надежными облигациями и высокодоходными. И он происходит в том числе потому, что бизнесы по всему миру не открываются, а закрываются. Поэтому инвесторы, акционеры понимают, что если сейчас 15% мы запросим, то фирма разорится, и никто ничего не получится. Поэтому спрейдов сужается. Вот, может быть, это общемировой тренд, то, о чем вы говорите, о государстве, не экономика. Нет, вы знаете, тоже существует исследование, и, наверное, полтора года назад мы проводили тоже подобные исследования о роли государства в финансовых компаниях и в экономике. Существует достаточно много аргументов как «за», так и «против» доли государства. Ну, «за» – типичный пример. Кризис лучше иметь государственную банковскую систему, потому что она более управляемая, и она, государство может настаивать на том, что государственные банки пойдут на издержки. Ага. Ага. Как вы помните, у нас 9 из 10 банков государственных, крупнейших, и в прошлом году они получили рекордную прибыль 1,4 триллиона рублей. Представляете? То есть был почти полтора процента ВВП. А если мы вспомним так называемый дуализм банковской системы, то есть это, с одной стороны, сектор, создающий добавленную стоимость, а с другой стороны, прибыль банковской системы – это издержки остальной экономики. И понимаете, да, то есть в кризис банки получили, управляемые якобы государственные банки, получили рекордную прибыль. Вот в развитых экономиках, тем не менее, практически вся финансовая система, она частная. Такую очень невеселую картину вы рисуете, какие уроки все-таки кризиса мы извлекли. То есть производительность у нас не выросла, на спрос мы отвечаем ростом цен. Что-нибудь хорошее-то мы извлекли, уроки-то какие-то выучили. Не знаю, наверное. Наверное. Потому что, понимаете, на самом деле, я считаю, что правительство подготовило неплохие программы, программы, в частности, достижения национальных целей экономического развития, заданы ориентиры, заданы какие-то программные вещи, но не очень понятно, как это будет достигаться. Вот в этом проблема. Ну, например, понимаете, когда оперируют миллиардами рублей, мы должны помнить, ну, например, фонд национального благосостояния, 300 миллиардов рублей, например, направляется на инвестиции. В этом году инвестиции в основной капитал составят где-нибудь так 24,4-24,6 триллионов. То есть вы понимаете, что когда мы говорим о фоне национального благосостояния, это примерно 2,5-3% от общего числа инвестиций. И понятно, что это должна быть либо колоссальная их эффективность с точки зрения мультипликативного эффекта, то есть они должны притягивать частные инвестиции. Больше единицы, да? Да, да, да. Либо это просто пройдет незамеченным. То есть в этом проблема. То есть, опять же таки, я считаю, что вот ключевая проблема, собственно говоря, эта проблема, на мой взгляд, и позволила нам упасть там всего на 3%. Это у нас экономика сейчас крупных государственных компаний. То есть они и не упадут значительно, и не вырастут значительно. Смотрите, Алексей Леонидович, я сколько кризисы последние, ну, там, за исключением, там, 2014 года, может быть, все нам как-то фартит, да? Вот. И нефть быстро отрастает, и кризис быстро заканчивается. Ну, мы так чуть-чуть испугались, и вроде как опять продолжаем жить. И реформы не делать. Ну, фартит без сомнения. То есть сколько бы мы ни говорили о том, что у нас снизилась зависимость от цены на нефть, ну, она ничего не снизилась. У нас по-прежнему бюджет зависит, и курс зависит. Правда, вот в этом году у нас вообще радоксальная ситуация, когда мы наблюдаем девальвацию рубля. На фоне растущей нефти. На фоне растущей нефти. Мне вообще как бы не очень понятна эффективность нового бюджетного правила. Почему мы, да, при цене на нефть, там, 7-75 долларов за баррель, мы должны жить как будто цена на нефть 43. Мне не очень понятно вот это стремление выкупать всю иностранную валюту свыше этого. И, конечно, более чем странно, когда мы оказываемся в тройке самых колеблющих волатильных валют вместе с аргентинским Песо и турецким Лир. Такая нефтедобывающая страна. Я считаю, что без сомнения вот колебания валюты отрицательно сказываются на экономическом росте и на экономике. Я как бы всегда был приверженцем модифицированного инфляционного таргетирования. То есть надо таргетировать, на мой взгляд, и инфляцию, и курс. Не фиксировать, а таргетировать. Как это, кстати, Центральный банк удачно делал в апреле-майе 2020 года, когда, в общем, они как бы сглаживали колебания, потому что, ну, действительно, уже об этом много раз говорилось, 30% российского импорта – это инвестиционный импорт. Прежде всего, машины оборудования. Машины оборудования, у них очень сильный мультипликационный эффект, потому что к ним, соответственно, инвестиции в здания, сооружения и так далее, и так далее. Понятно, что при таких революционных ожиданиях, при таком колебании курса, когда вообще как бы вот предприниматели просто не представляют, что с курсом может быть там через месяц или два, я думаю, что это не самое удачное время для инвестиционных программ. Поэтому, конечно же, здесь, я считаю, тоже для экономического роста важно дать уверенность в стабильности российского обменного курса. – Да-да-да, совершенно верно. Да, об этом, конечно, говорят, и особенно реальный сектор, реальный бизнес, там, «Дерипаска» тоже самое, да, постоянно, который критикует. Для этого нужно менять мандат УЦБ, а УЦБ, наверное, не очень захочет еще и эту мошру на себя взять. Инвестиция – это он взял? Здесь я согласен, но все равно позиция странная. Я как бы с этим сталкивался непосредственно. Вот Минэк отвечает за экономический рак, ты отвечаешь, а мы отвечаем за инфляцию. Больше нас вообще ничего не интересует. А Минфин интересует вообще там тоже такое странное стремление к профицитному бюджету. Я думаю, что мы, наверное, уже единственная страна в мире, которая постоянно выходит на профицитный бюджет. И, конечно, три ведомства, каждый отвечает за свои задачи. Конечно, это неправильно абсолютно. Конечно, надо договариваться, надо понимать, что мы делаем какое-то общее дело. И, конечно же, у нас ключевая вещь – это экономический рост. Это тоже даже не дискутируемо, потому что только за счет экономического роста мы можем решить официальные проблемы и проблемы с человеческим капиталом, то, что называется, и так далее, и так далее. А, конечно же, когда мы добиваемся только низкой инфляции, стабильного бюджета, и все это называть макроэкономической стабильностью, с экономическим ростом на уровне статистической погрешности, мне кажется, это неправильно. Ну, поведение коробочки, да, это же гогулевское, это же понятно. Трама 90-х, да? Да, да. И, в общем, непонятно тоже, то есть эти резервы там 600 миллиардов долларов, ну и так далее. Вы знаете, вот, кстати, хороший пример вот сейчас, на мой взгляд, это Москва. Москва просто на уровне и инвестиционного бума в этом году, и насчет промышленного бума. Москва – это 18-19% ВВП России, и рост идет двухзначный. Ну, я думаю, что, с другой стороны, и все жители Москвы это видят. То есть рост, он виден на улице. Вот, а это, как бы, это идея, это инвест-идея, инвест-проекты, это максимальная работа с инвесторами, максимальная свобода для сервисных компаний различных. То есть это, собственно, заслуга администрации большая в этом, да? Да, в том числе, конечно, да, без сомнения. Ну, вы знаете, головой региональный продукт, когда растет там по итогам первого полугодия, по-моему, около 14%, тут даже Китай отдыхает, понимаете? Ну, говорят же, что Москва – это другая страна. Может быть, вы знаете, как бы, это такая дискуссионная тема, но почему этот опыт не распространить на другие регионы? То есть я не понимаю, чем Питер хуже, или, например, там Свердловская область, Екатеринбург и так далее. То есть, как минимум, у нас большое количество городов-миллионников, которые, в общем, могут скопировать просто опыт Москвы. Вопрос еще с региональными бюджетами. Здесь тоже надо помнить, что московский бюджет, он, конечно, отличается от других бюджетов, но не 14%. Вы знаете, там 7% – это уже хорошо. А какие драйверы могут быть, могут потянуть все-таки? Вот, например, там, не знаю, что мне на бум приходит, это вот этот бум частных инвесторов. Ну, понятно, что мы говорим, общие цифры, там, 12-13-14 миллионов, да, зафондированных счетов, там, совсем мало. И, тем не менее, там, потихонечку-потихонечку может стать драйвером? По идее, да. В общем, есть разделение, так называемая, есть англосаксонская модель и континентальная. То есть мы говорим о долевом долговом финансировании. И много лет у нас, я даже предлагал, в общем, в рамках Центра стратегических разработок тоже делали свои предложения. Это было в 16-м году еще для нового правительства и так далее. Почему-то считается, что развитие может идти только по долговому финансированию. Мы всегда говорим, что для инвестиций нужно сделать доступный кредит, снизить процентные ставки, ну и так далее. Выпускать облигации, причем и вечные облигации, и различные. В то же время долевое финансирование, оно очень эффективно в Соединенных Штатах используется и так далее. У нас, как такового долевого финансирования нет, и только различный переход от одного собственника к другому рассматривается. А так, чтобы народных IPO, но только после ВТБ Роснефти, такая идея абсолютно себя дискредитировала. Тем не менее, конечно же, выход на биржу и привлечение инвестиций там, я считаю, что это очень здравая идея, которую надо максимально стимулировать. Но, к сожалению, вы, наверное, видите, что у нас она даже не обсуждается и не дискутируется. Более того, тут я слышал недавно Сергея Швецова, он сказал, что он не верит в идею IPO, потому что в мире денег много, идей мало. И зачем выходить на публичное размещение, когда можно привлечь прямые инвестиции, да, там, дешево. Ну, вот это то, о чем я и говорю как раз. То есть рассматривается только вот эта континентальная модель. А привлечь их как? Собственно говоря, мы под санкциями пока находимся, и я думаю, что это сохранится. И такого, знаете, как было в 2007-2008 году, как раз бум и прямых инвестиций иностранных, я думаю, что его не предвидится в ближайшее время. И поэтому надо как-то разумно быть и делиться собственностью ради инвестпроектов. Платформа Камон, группы компаний Финам, стала первым и самым масштабным проектом, на котором российские инвесторы могут автоматически копировать инвестиционные портфели и стратегии других трейдеров. Финверсия планирует познакомить вас с наиболее успешными торговыми стратегиями на Камон. По доходности, по количеству копировщиков, по рейтингам, по рискам. Вы узнаете, кто торгует на Камон, с какими инструментами они работают, каких результатов достигают и то, как правильно выбрать стратегию для копирования. Янарт, главный редактор Финверсия. И Владимир Цибенко, руководитель отдела инвестиционного консультирования команды Финам, в прямом эфире на Финверсия ТВ. 26 августа в 18.00 по московскому времени. Смотрите и инвестируйте. А вдруг случится чудо, и у нас внутренние кубышки, которые есть у людей, они начнут на них покупать IPO. А у нас внутренних кубышек нет, понимаете, это тоже все переоценка. То есть у нас внутренние кубышки – это как, наличные деньги? Ну, какие-то матрасы какие-то, да. Ну да, но наличные деньги – это известно. То есть, знаете, там, откройте Excel-ку на сайте Банка России и посмотрите агрегат М2, который состоит из наличных и безналичных денег. Вы увидите, сколько у нас наличных денег. Ну, наличных денег лишних, по моим оценкам, на уровне 2-3 триллионов. Тоже, в общем, много, но не решит проблему роста. Ну, то есть, понимаете, соотношение М0 к М2 – это соотношение наличных денег и безналичных. То есть, если сравнивать с мировыми, то есть, например, если в Америке на уровне 7% развивающихся экономиках – это 11-12%, то у нас где-то в прошлом году 20% с небольшим. Вот это как раз из чего можно сделать вывод, что если все страны обходятся 12% а у нас 20%, то, соответственно, 8% от наличных денег у нас явно лишние. Их, ну, хотя, с другой стороны, вот в прошлом году очень резко эти, на мой взгляд, абсолютно дурацкие разговоры о динаминации, помните их тоже. То есть, я даже вообще не понимаю, надо было их сразу пресекать. Привели, конечно, к тому, что деньги наличные стали снимать из банков, и на руках они выросли. Вот, но это не может быть источником роста, к сожалению. То есть, 2 триллиона, в общем, это действительно много, но это не решит проблему. Без решения других проблем. Да я думаю, что это мало, вообще-то. Это только для какого-то локального, локальной ниши сумма нормальная. А в пределах страны это, конечно, недостаточно. Ох, все сплошной пессимизм, пессимизм. А вы говорите, что вы оптимист. Нет, я оптимист, потому что я занимаюсь исследованием, изучаю российскую экономику. Я специализируюсь только на российской экономике. Ну, надо сделать определенные вещи. Конечно же, надо снижать долю государства прежде всего. То есть, я не верю в крупные государственные госкомпании и их эффективность. Конечно же, надо уважать, защищать права миноритария. Ну, то, о чем, в общем, много говорилось. Но основной, конечно, еще раз повторю, основной риск, который я вижу, это риск стагнации. То есть, мы в этом году вырастем. И еще у нас будет база большая. И, соответственно, в следующем году мы опять можем выйти на 1% мягко. Вы цените свое время? Тогда мы рады сообщить вам, что канал «Финверсия» начал выпуск новой еженедельной программы «1001 секунда об экономике». Программа выходит в конце каждой недели и посвящена обзору основных новостей российской экономики. Ведущим программы стал главный редактор «Финверсии» Ян Арт. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте.